Добрый день, дорогие мои зрители! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина. И сегодня я предлагаю нам с вами собрать косметичку из второго каталога 2021 года компании Ariflame. Мы будем собирать декоративную косметику не из всего ассортимента компаний, потому что очень много косметики представлено. А будем пользоваться именно тем, что нам предлагает компания сегодня, сейчас, в этом периоде со скидкой. И таким образом соберем косметичку. Я уверена, что вам понравится, потому что я покажу вам те продукты, которые есть у меня. Мы с вами их вместе нанесем, потестируем и, соответственно, расскажу, как подобрать те средства, которые подходят именно вам. Ну что, поехали? Начинаем мы прямо с разворота каталога. У нас представлены сейчас здесь две новинки. Две новинки. Именно помады, ведь я заложила, именно где есть косметическая продукция, декоративная косметика. Две помады представлены. Первая помада – это матовый металлик 5 в 1. Вот в таком очень интересном дизайне мне нравится футляр у этой помады. Это первое, что, конечно же, бросается в глаза, на что обращаешь внимание. Нюдовый футляр. Очень приятный, очень удобный. Некруглая, кстати, упаковка. Некруглый футляр. Такой, знаете, видите, как закругленные уголочки у этого футляра. Представлены 10 оттенков. У меня оттенок морозная сирень. Обзор есть на канале. Вы можете посмотреть. Я там тестирую эту новинку, этот продукт. 10 оттенков вы можете подобрать. Сейчас стоит 399 рублей. И вторая новинка – помада, которую вы тоже можете себе взять космическую. То есть, что вы хотите. Это ультракремовая помада 5 в 1. Здесь представлено 20 оттенков. Очень богатый выбор. Я думаю, что каждый абсолютно найдет тот оттенок, который нужен. Здесь уже идет у нас черный такой футляр. У меня, сейчас скажу, у меня красное вино. Сейчас оно у меня на губах. Вы можете видеть ее у меня на губах. Обе помады хорошо и легко наносятся. Она тоже, кстати, 399 рублей по цене каталога. Если у вас есть дисконт от всей цены, даже если это идет со скидкой, отнимаете 20%. Соответственно, это будет уже ваша цена со скидкой 30-99 рублей минус 20%. Соответственно, то, что вы, за какую цену вы сможете приобрести. А чем они отличаются? Здесь помада более матовая, но с таким металлическим блеском. Она не блестит. Здесь нет какого-то сильного шиммера, но есть небольшой металлический блеск. Мягко наносится, хорошо лежит. Эта помада без матовости, без какого-то блеска. Она просто кремовая, увлажняющая, питательная, комфортная на губах. Не сушит, не стягивает и никуда при этом не растекается. То есть, такие, да, несколько у нее интересных функций. Хорошо. Я вам даже сейчас покажу. Я вам тоже есть на канале обзор этой помады. Рассказываю, тестирую, наношу и рассказываю про свои ощущения. То есть, две такие помады вы можете приобрести. Выбираете, какой вам нужен оттенок, 399 рублей по каталогу и кладете в свою косметичку. Я думаю, очень хороший выбор. То есть, это мы рассматриваем сейчас с вами губы. Также, можете обратить внимание, если вы любите матовые помады, то представим вот такие матовые помады. У меня их нет, поэтому показать не могу. Со скидкой у нас идет помада Эликсир Джордани Голд и также антивозрастная помада Джордани Голд и ультракремовая помада Джордани Голд. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Помада Эликсир. Вот она вот в таком тюбике идет. У меня есть два оттенка. Покажу вам один. Это, по-моему, Коралл. Да, Коралл 33801, притягательный коралл с аппликатором. Очень удобный аппликатор. Видите, он немножечко изогнут по форме губ, чтобы удобно было наносить. Когда наносишь, сначала помада глянцевая. За какое-то время она становится матовой на губах и просто хорошо так матово лежит. У этой помады есть небольшой SPF, SPF 15. И тоже не растекается, никуда не скатывается. И на что я всегда обращаю внимание, это вот эти складки между губ. Когда мы смыкаем губы, размыкаем, вот эти вот складочки нет. У этих помад тоже нет. Давно я с ним уже. Это вообще у меня давно помада. Тоже моя любимчик. Тоже стоит 399 рублей. И помада Giordani Gold, также по 399 рублей по цене каталога, вот в таком флаконе, в такой упаковке. Очень стильный дизайн. То есть вы подбираете ту помаду, которую вы хотите, которая вам нужна. И также в бренде Ancala у нас есть матовая помада и сияющая помада. Тоже представили со скидкой. Это достаточно бюджетная линейка, но, несмотря на то, что линейка бюджетная, качество превосходное. У меня есть сияющая помада вот в такой упаковке. Не смотрите на то, что упаковка кажется простенькой. Ну, по сравнению, если с Giordani, да, в Giordani стильная упаковка. Или даже если мы возьмем The One. Очень хорошая, красивая, стильная, качественная. Здесь кажется, ну, упаковка достаточно простенькая, но внутри содержание отменное. У меня мерцающий нюд. Очень насыщенный пигмент. Очень. Вот смотрите, я наношу сразу. Я даже не давлю. Вот я нанесла. Все. Ну, единственное, что могу сказать. Нюд. Название сияющий нюд. Не сияющий. Не нюд, вернее. Сияющий, но не нюд. Совершенно, да, не нюд. Она такая какая-то оранжеватая. У нее превосходный запах. Такой фруктовый, вкусный. Такой запах экзотических фруктов. Но он не резкий, знаете, не химический, а именно вкусный. Вкусный запах. И сильная хорошая пигментация. Яркая достаточно. Держится хорошо. Не скатывается, не растекается. То есть вы выбираете себе, что хочу. Да, здесь тоже, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь оттенков. Достаточно яркие оттенки. Вот они. Можно подобрать то, что подходит именно вам. Вот такие у нас представлены помады. То есть мы с вами разобрали косметичку губы. Две новинки The One. У нас скидки есть в бренде Giordani. Да, тут две. И вот такая вот помада, жидкая помада Elixir. И в бренде Uncolor тоже две сияющие помады и матовые помады. Матовой у меня нет, поэтому показать не могу. Но упаковочка там немножечко другая, просто фиолетовая. Идем с вами дальше. И у нас представлены туши. Две туши со скидкой по цене 229 рублей. Вот эти две туши. The One. Одна туша Tremendous Fierce с эффектом кошачьих глаз. Вот такая. И тушь с экстремальным объемом. Я вам покажу вот такую тушь с экстремальным объемом. С эффектом кошачьих глаз вы можете найти у меня на канале. Есть обзор, где я рассказываю про эту тушь, показываю кисточку. Сейчас я вам покажу вот эту тушь. Вот такая кисточка у нее. Очень пушистая. Здесь более 300 щетинок. И которые обеспечат как раз таки вот этот вот экстремальный объем. В 6 раз больше, чем когда реснички не накрашены. И тушь я сначала, если честно, когда купила, я боялась эту тушь. Потому что я люблю кисточку туши 5 в 1. Вот такой вот. И такую тушь я боялась брать. Кисточку думала, что не справлюсь. Мне будет неудобно. Но она мне очень понравилась. Так же, как и с эффектом кошачьих глаз. Отличается чем? Что экстремальный объем. Видите, она такая вот пухленькая кисточка. Здесь она идет как песочные часы немножко. Вот, может быть, вам видно, да? Но она оказалась очень удобна. Здесь ворсинки расположены под разным углом. И они как бы обволакивают каждую ресничку, придавая ей объем. С эффектом кошачьих глаз идет наслоение как раз таки ресничек. Немножечко удлиняется у внешнего уголка. И получается такой распахнутый взгляд. Кошачий взгляд. Такой немножечко с хитринкой. То есть у нас глаза, реснички удлиняются именно вот сюда. Очень красиво тоже смотрится. Так же удобно наносить. Не осыпается. Никуда не размазывается. Но она, конечно, не водостойкая. Убирается обычным средством для снятия косметики, для снятия макияжа. Я убираю косметику мицеллярной водой. Хорошо, без всяких эффектов панды. Отлично снимается. Очень хороший тушь. Запаха. Тут меня спрашивают. Ну, запах туши. Никакого какого-то протухшего нет аромата. Вот, кстати, у меня сейчас, сегодня на ресницах, именно вот этот тушь специально накрасила, чтобы показать. Вот у меня этот тушь. Наносится очень хорошо тоже. Можем с вами немножечко нанести. Ну, хорошо наносится, она хорошо разделяет, несмотря на то, что такая очень-очень пушистая. Тушь мы с вами тоже взяли, да. Помады мы с вами прошли. Тушь. 229 рублей тушь. Помады у нас, если Uncolor, то 109 рублей. Если другие, то где-то в среднем 399 рублей. Взяли. Так, идем дальше. Собираем косметичку с вами. И что у нас еще есть? У нас, кстати, еще есть одна тушь. Тоже 399 рублей. Дабл эффект. С двумя кисточками. Так, вот она у меня есть. Это я взяла у дочери. Одна кисточка объем, другая удлинение. С ее позволения, конечно же, я не роюсь в косметичках без спроса. Смотрите. Одна кисточка. То есть мы откручиваем верхнюю крышечку. Это длина. Она подписана late. И вот прокрашиваем реснички вот этой кисточкой. Эта кисточка придает нам длину. Накладываем ее тонким слоем. Эта кисточка подходит для разделения, для хорошего такого расщепления ресничек. Затем мы откручиваем вторую крышечку. На ней написано volume, объем. И, соответственно, здесь уже у нас, смотрите, кисточка с большим количеством щетинок. Видите? Так была кисточка более такая реденькая. То есть она разделяет реснички. Здесь уже кисточка, которая придает ресничкам объем. Более такие пышные реснички. Тушь уже можно нанести несколькими слоями. А вот такая тушь тоже стоит в колоке 399 рублей. Вы можете дополнить свой макияж также карандашами для глаз. Под карандаши для глаз. Представлены здесь, смотрите, с эффектом. Карандаш подводка, дуохромный эффект. У меня есть два карандаша. Радужный зеленый и золото-бургундий. Вот эти два карандашика. Очень мягкие. Они выкручивающиеся. Их не надо затачивать. Ой, сломался карандашик. Я сильно надавила. Зря. Так, вот он. Очень мягкий. Видите, я даже практически не рисую, не надавливаю. Он сам рисует. И вот зелененький. Радужный зеленый. На канале, кстати, тоже можете найти более подробный обзор. Я там прям делаю макияж с этими двумя карандашами. И можно подобрать другие оттенки. Матовые, мерцающие. Они хорошо, легко тушуются. Очень наносятся хорошо. И они стойкие. Они стойкие. Если будете растушевывать, то нужно быстренько, допустим, нанесли. И хорошо сразу же растушевать. Не дать им схватиться, потому что они стойкие. Они схватились. Все. Их потом можно просто смывать уже специальным средством. И они водостойкая. У них водостойкая форма. Если пользуетесь подводками для глаз, также можно подобрать тени каял и стойкий маркер подводка. Это что касается карандашей для глаз. Так. Собираем дальше мы с вами косметичку. И у нас на очереди брови. Брови, конечно же, решают многое на лице. На лице женщины. И каталоги у нас представлен двусторонний карандаш. Где он у меня? Вот он. Сторонний карандаш для бровей. Либо же помада для бровей. У меня помады нет. У меня есть карандаш. Чем отличается? Здесь в каталоге, у кого есть каталог живой, можно прочитать, что Галина Ильина, Майкап-эксперт, она говорит о том, что если вы хотите придать бровям натуральный оттенок, немножко смоделировать брови, то выбирайте помаду для бровей. Она обволакивает волосочки. И, соответственно, просто более плотным слоем ложится. Если же вам нужны более четкие брови, если вам необходимо заполнить, например, какие-то пустоты, дорисовать волосинки, прочертить бровки, ну, может быть, как-то не так они растут, вам не нравится, то здесь уже нужно воспользоваться карандашом для бровей. Он двусторонний. Со второй стороны у нас хайлайтер, чтобы немножечко подсветить область под бровкой. У меня как раз-таки карандаш в пепельный оттенок. Есть два оттенка. Есть пепельный, более светлый, и есть коричневый, более темный. Я вам покажу, конечно, пепельный, потому что коричневого у меня нет. Вот он, видите, вот так вот можно легко рисовать. Вот вы прорисовываете бровки, которые вам нужны. Можно сначала нарисовать, например, где у нас не хватает, например, вам нужно какую-то форму бровям придать. Вы прорисовываете, а потом вы уже закрашиваете. Брови с бровями мы с вами разобрались, и у нас на очереди тени. Смотрите, в каталоге представлены тени для глаз. Вот такие у нас есть тени. Они собираются самостоятельно. В чем плюс? Вы можете сами собрать свою палетку теней. Продается у нас две палетки. Палетка маленькая для двух тенюшек, либо палетка большая. Здесь у нас уже шесть теней. Они магнитные. То есть, покупается палетка, покупаются тени. Тени приходят вот так вот, ну, еще упакованы такой в пластичек. Вы достаете, и вот так вот можно собрать. То есть, собираете те оттенки, которые вам нужны, которыми вы пользуетесь. Вот, большая, видите, большая палетка представлена вот тут вот. Из тех теней, которые вы хотите. В большой палетке идет кисточка. Ой, упекает. Идет кисточка. Но это палетка дочери. Опять-таки, взялась разрешение вам показать. Видите, такие вот нюдовые у нее оттеночки. Но кисточка не очень, на мой взгляд, удобная. Рекомендую. Также здесь в каталоге представлены вот такая кисточка. Тоже для теней. С одной стороны, она пушистая. С другой стороны, вот такая вот губка. Губочка. Сердечко можно наносить. Кисточка стоит 179 рублей. Тени. Одна тень. Тенюшка стоит 179 рублей по цене каталога. Соответственно, вы выбираете, сколько теней. Здесь вот шесть. Шесть тенюшек. И магнитная палетка большая. Вы можете взять маленькую, например, если вы не пользуетесь большим количеством оттенков теней. Маленькую палетку за 209 рублей и два оттенка теней. Вот у меня у дочери вот такая. Так. Разобрались с тенями, да? Вы подобрали, подбираете, какие вам нужны. Большая палетка стоит 429 рублей по цене каталога. И теней, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут у нас 11, 22 оттенка теней. Ну, я думаю, что тут можно, да? Есть где разгуляться. Так, идем с вами дальше. И что у нас есть? У нас с вами идут румяна. Уже идет кожа лица, румяна и тональная основа. Тональная основа Everlasting. Эта основа, адаптивная тональная основа с высоким фактором SPF, 30 фактором SPF, стойкость у нее 30 часов, впитывает излишки кожного сала. То есть эта тональная основа больше подойдет для жирной комбинированной кожи. Как раз таки она матирует, впитывает сало, не дает расплываться макияжу. И румяна, я вам сейчас покажу румяна. Вот такие румяна, четыре оттеночка. Вот такие вот румяна. Очень пигментированные, скажу я вам. Прям мне нравятся. Их нужно совсем немножко. У меня персиковые. Вот, ой, это видно, нет? Они очень-очень пигментированные, очень хорошо ложатся, не осыпаются. У меня уже давно, кстати, эти румяна. Но отлично. Видите, даже, мне кажется, вот еще рисунок, видите, есть гравировка. То есть я ими пользуюсь постоянно, но они не уходят. Румяна стоит 629 рублей, адаптивная тональная основа 519 рублей. Это если у вас жирная кожа подойдет. И что плюс у этой тональной основы, что пигменты адаптируются под оттенок кожи. То есть немножко выравниваются, плюс-минус. Если вы, например, не угадали, то они постепенно выравнивают цвет лицами, адаптируются под цвет. Также, смотрите, можно, если вы, например, у вас есть под глазками темные, круги, да, что-то какая-то синевая или венки близко расположены, может быть. Вот такой вот консилер. Консилер под глазки. Вот у меня представлены The One. Очень хороший, мне нравится. Он легкий. Три оттенка. Светлый беж, розовый беж и естественный беж. У меня розовый беж, код 3616, потому что у меня, наоборот, темные такие синячки. Именно синевой. Чтобы их перекрыть, нам нужен розовый пигмент. Соответственно, я взяла розовый беж. Очень легкий. Мне нравится. Вот я бы про этот консилер сказала, что он адаптивный. Когда обучалась на мизаже, сказала, что как раз-таки этот консилер адаптивный. То есть можно нанести достаточно таким хорошим слоем и оставить. И он сам распределяется. Он сливается с кожей. Он кожа хорошо его принимает. Все. Потом нужно только, если что-то убрать. И все. Он легкий достаточно такой. Приятный, хороший. Мне нравится. Он не скатывается в складочки под глазами в течение дня. То есть не будет он у вас никуда уходить. И, так, принесла, хоть сказать не принесла, праймер. Также у нас консилер стоит 259 рублей. И база под макияж, праймер, который выравнивает тон кожи. То есть мы сначала, например, если вам нужно выравнять тон кожи, есть порки, соответственно, он затирает эти поры. И на праймер тональная основа ложится ровнее. Этот праймер, он такой, знаете, называется Illuskin. То есть он с небольшим подсвечиванием. Сейчас я вам покажу. Вот он белый. Я не очень люблю вот такие вот упаковки, потому что подтекает. Видите, он вот так вот стоит. Вот он белый. Но когда мы распределяем, он очень хорошо распределяется, выравнивается. И он подсвечивает кожу. Например, если у вас есть, может быть, какая-то сосудистая сеточка, он ее делает менее заметной. Морщинки менее заметны. То есть он так вот сглаживает. И потом, когда вы уже наносите, видите, уже кожа как у меня. Мне так все нравится, это вот сравнение. Смотрите, вот это вот у меня рука. Ну, без, да. А вот у меня, вот смотрите, видите, праймер нанесен. Смотрите, как пересвечивается. Ну, классно, да? Немножко нужно дать схватиться праймеру, подождать и затем наносить тональную основу. Тональные основы также есть, кроме адаптивной тональной основы, вышла обновленный дизайн. Немножечко обновлена у нас тональная основа серии АЗ. Их два вида. Я вам покажу. У меня есть еще в предыдущем выпуске. У меня увлажняющий, у нас есть увлажняющий и есть гидромат, то есть матовый. Очень легкий, очень легкая тональная основа. Такая приятная, комфортная. Она на самом деле увлажняет. У меня кожа ближе к сухости, поэтому я беру именно все то, что увлажняет. И вот сейчас новая, которая тональная основа вышла, она немножечко подсвечивает кожу, делает тот более ровным. И кожа выглядит более свежей. На самом деле очень хорошо держится. Не содержит масел, не комедогена. СПФ здесь 30. Да, вот у меня тоже СПФ 30. А которая гидромат, она уже матирующий эффект содержится. Она впитывает излишки кожного сала, который кожа выделяет в течение дня. И немножечко матирует кожу. С какими-то прям серьезными недостатками кожи она не справится. Но легкое свечение я эту тональную основу использую летом. Летом, когда нужно увлажнить кожу, когда нужно придать легкое освещение, такой легкий, ну, легкий такой визуальный эффект, просто оттонировать, оттенить, она приятный такой аромат имеет. У меня сразу с этой тональной основы ассоциируется лето. Потому что я ухожу от более плотных тональных основ и перехожу вот на эту тональную основу. Она, кстати, не плывет никуда, даже в жару. Можно наслаивать. То есть, если вам нужно, например, более плотное покрытие, вы делаете несколько слоев этой тональной основы, и их не будет видно. То есть, не будет видно, что то слой, еще слой, еще слой, и она будет очень хорошо лежать. Очень люблю эту тональную основу. Ну, и, соответственно, для жирной кожи вы выбираете уже гидромат. Вот эту, 399 рублей в каталоге, по цене каталога. Также легкий вы можете выбрать CC-крем от Giordani Cold с SPF 35. Со временем осветляет пигментные пятна, выравнивает тон кожи, и очень легкая текстура, и покрытие средней плотности здесь уже идет. Для любого типа кожи, и включая возрастную, потому что уже линейка Giordani Gold у нас идет для более возрастной кожи. И что у нас еще есть также в линейке Giordani Gold со скидкой, так это минеральная тональная основа. Вот эта вот. Она у меня есть как раз-таки, потому что я люблю Giordani Gold. Я отношу свою кожу уже к более возрастной. Если летом я пользуюсь вот этой тональной основой, то в остальные времена года, в остальные периоды у меня Giordani Gold минеральная. У нее уже более плотное покрытие. Мне нравится вот именно такой дозатор, потому что выкручивающийся не очень удобный. Я должна тебе показать уже. Я вся такая красивая. Задание Gold, конечно, это уже стильно. Это более высокое качество, наверное, люксовое, премиальное. Мне нравится. Плотное покрытие хорошо наносится, хорошо растушевывается, очень хорошо распределяется по коже, схватывается и держится. Она, кстати, именно вот эта, с минеральной основой, она еще и ухаживает за кожей, потому что здесь содержатся минералы органического происхождения. И как база под макияж, если вы пользуетесь базой под макияж, у нас была вот такая база, да, или Skin The One, я показывала. Либо можно взять для себя вот такую основу под макияж, основу эликсир. Сейчас вам покажу ее в каталоге. Тональная основа стоит 639 рублей по цене каталога. База стоит 1159. Вот она. У нее подсвечивающие частички. Она также выравнивает кожу, делает поры менее заметным, сглаживает морщинки. Ну, здесь содержится еще гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу, питает ее. И такие маленькие частички подсвечивающие, которые продают коже сияние свечения. Вот они даже, если их просто, вот ее нанести на палец, я нанесу, вот они есть, такие маленькие частички, свечащиеся. Когда мы наносим, вот когда даже, знаете, просто наносим эту основу на кожу, чувствуется, что кожа становится увлажненной. То есть, если у вас кожа уже более возрастная, вы чувствуете, что начинается сухая, или просто у вас кожа сухая, сухая кожа, чувствительная. Кожа, часто бывает шелушение, которое не нужно подчеркивать. Вот точно рекомендую взять вот эту основу эликсир, 1159 рублей по цене каталога. Но всегда помните о том, что вы можете приобрести с 20% скидкой от этой цены, от цены уже со скидкой, еще 20% скидка, если у вас есть дисконт. Если нет, вы можете под ссылочкой внизу зарегистрироваться и приобрести ее со скидкой, получить ее себе дешевле намного и пользоваться. Сразу я, когда ее наношу, я чувствую, что у меня кожа питается. Хотя есть уход, обязательно комплексный уход, но эта основа еще больше питает кожу за счет киалуроновой кислоты и, естественно, что тональная основа лучше ложится. Вот такой набор. И у нас еще есть в линейке Uncolor. Есть, смотрите, у нас что здесь есть. Набор палитки 2, две палитки теней. Тут уже сразу подобраны, видите, разные оттенки. Жидкая подводка Uncolor. Набор теней стоит 439 рублей со скидкой. Жидкая подводка Uncolor 229 рублей. И оттеночный гели-уход для ресниц и удлиняющая тушь для ресниц. Оттеночный гели-уход я вам сейчас покажу. Тоже у дочери взяла. Вот такой вот оттеночный гели-уход для бровей и ресниц. Вот такая вот кисточка. Она такая достаточно хорошо разделяющая. Хочу показать, уже даже не знаю. Он, видите, немножко оттеночный, практически не дает цвета на руке, то есть он прокрашивает просто волоски. Помогает делать ресницы брови более выразительными. Легкий оттеночный эффект на бровях и ресницах. Я сейчас каталогу читаю. С биотином и пантенолом для ухода. С комплексом Lash Revive для укрепления и питания. Можно прокрасить реснички под тушь. То есть тушь придаст немножечко оттенка. Поухаживать и затем уже нанести... Ой, бальзам. И затем уже нанести тушь. И удлиняющие туши. Здесь немножко другая кисточка. У меня нет этой туши. Посмотрите, видите, для оттеночных бровей, оттеночный бальзам и вот такая тушь. Она более редкая. И, соответственно, она хорошо помогает разделить реснички и удлинить их. Это удлиняющая именно тушь. Для того, чтобы из них были более изогнутые и длинные. Вот такой набор, такая косметичка декоративной косметики. Можно собрать себе, подобрать то, что вам нужно. То есть вы можете подобрать любую помаду, которую вы хотите. И еще очень важно, кстати, забыла совсем. При покупке одного из оттенка помад. Либо металлический, матовый металлик, либо ультракремовый 5 в 1. Но карандаш для губ вы можете приобрести всего лишь за 3 рубля. Вот он, карандаш для губ. Тоже выкручивающийся. Очень мягкий. Сейчас вам покажу, какие есть оттенки. Оттенков достаточно много. Есть прям... Видите, сколько много оттенков карандашей вы можете себе подобрать. Очень мягко, хорошо прорисовывать контур губ. И, соответственно, помочь помаде лечь. Но могу сказать, что вот эти две помады, в принципе, не требуют карандаша. Потому что у них очень эргономический стержень. Который, видите, кончик такой остренький, который повторяет форму губ. И нанесение карандаша. Я наношу эти помады обе без карандаша. Нормально ложатся, хорошо. Если, может быть, другие помады, там нужно подкорректировать контур, чтобы они... Чтобы не вылезти. Вот такую косметическую вы можете себе собрать. В принципе, недорого получится. Потому что, как вы видите, все цены со скидкой. И если есть дисконт, еще 20% скидка. И набрав косметичку на 50 бонус баллов, это примерно где-то 200, небольшим тысяч рублей. Вы, только что зарегистрировавшись, если у вас, например, нет дисконта. И вы оформляете себе дисконт. Вы регистрируетесь, собираете косметичку, делаете заказ. Вот такая вот тушь вам приходит в подарок. Сразу. Это тушь Wanderlash XXL. Дуахром. Эффекты дуахрома. Моя любимейшая кисточка. Вот такая вот немножечко изогнутая. Силиконовая, хорошо разделяющая реснички. Хорошо их подвивающая, немножечко подкручивающая. И хорошо ложащаяся. Можно просто получить в подарок за то, что вы собрали себе вот косметичку. Обновили, добавили что-то. Делали себе приятное. Я надеюсь, что такой вид видеообзора вам был полезен и интересен. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат видео. Потому что раньше таких видео я не делала. Это первый мой опыт. Полезны ли такие видео. Будем ли еще собирать косметичку. Мы можем с вами сделать также из каталога другие обзоры. Например, собрать подарок мужчине на 23 февраля или на 14 февраля. С этого каталога расскажу, что можно взять. Для того, чтобы были хорошие наборы. Я желаю вам хороших покупок. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok